Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня мы продолжим разговор о явлениях и категориях физики, которые отлично перекладываются на контекст психологии и позволяют взглянуть на то, что, как и зачем делают люди и где этому наступает разумный предел. Осмотреть будем со стороны связи с тем, как функционирует мир, частью которого является наш вид. Значит, этот разговор был, напомню, в видео о принципе запрета Паули. Обязательно посмотрите. Вот сейчас где-то в углу экрана должна появиться ссылка с рекомендацией. Итак, сегодня говорить будем о принципе самосогласованности Новикова. Не пугайтесь, сейчас расскажу подробнее. Новиков Игорь Дмитриевич – это советский астрофизик и космолог. Принцип самосогласованности Новикова говорит, что при перемещении во времени в прошлое вероятность успеха действий, направленных на изменения уже случившихся с путешественником событий, будет близка к нолю. Потому что время само скорректирует и нивелирует подобное влияние для того, чтобы линия времени и хронология событий остались неизменными. Проще говоря, время защищает само себя от внешних изменений. А теперь самое время перевести физический принцип в плоскость психологии. Думаю, не стоит лишний раз напоминать, насколько часто люди ставят перед собой задачи типа вернуть, отменить, стереть, забыть. Понятно, что речь о переносном значении, когда так говорят, не имеют в виду возвращение во времени в прошлое, но все же речь все равно о том, чтобы какими-то расчудесными способами вмешаться в уже случившиеся события и сделать так, как было до. До чего-то плохого, какого-то решения, выбора, события, которое воспринимается теперь или является объективно изначально ошибочным, нанесшим вред человеку и приведшим к каким-либо издержкам. Чаще всего, разумеется, такие задачи ставятся по отношению либо к самому себе, либо к супругам, партнерам по отношениям. Например, вернуть мужа, вернуть доверие жены, забыть измену, разжечь угасший огонь в постели. Каждый специалист, конечно, имеет свою приблизительную статистику, но уверен, что валовая доля подобных постановок вопросов максимально высока в практике почти любого психолога. Вот, например, в моей точно. Желание-то людей сделать что-то, чтобы исправить положение дел, понятно, вот только оно физике противоречит, а значит невыполнимо. По крайней мере, в подобных постановках вопросов. И это важно. С одним и тем же человеком есть лишь один шанс создать и развить какую-либо динамику, формируя систему, например, пар. То, что случилось, то уже случилось. Пара, как система, не может и не сможет стать другой, забыв или исключив опыт. А то, чего не случилось, уже не случится. И когда человек сталкивается с событиями, которые хотел бы отменить, то имеет смысл помнить о принципе самосогласованности. То, что случилось, то случилось. Невозможно вернуться обратно и каким-то образом задать новую динамику. И на этой основе нужно и имеет смысл сделать лишь один вывод и один выбор – двигаться дальше. Потому что изменения, они реальны, но только в виде неповторения или профилактики прошлых решений поведения в будущем, при взаимодействии уже с новыми людьми или при решении новых личных задач или новых проектов. Чем больше попыток человек совершает вразрез с принципами функционирования реальности, тем дольше и сильнее страдает. Проще говоря, речь о той самой знаменитой пословице-присказке «Лошадь сдохла? Слезь». Так работает принцип времени, по крайней мере доступный нашему виду сейчас. Могут ли люди продолжать, например, оставаться в паре, делая вид, что измена прощена или муж вернулся в семью – о, ура? Да, могут, конечно. Жить в состоянии критических искажений никто запретить не может. Но то, что такое происходит, не отменяет того, что нарушая здоровое течение событий, когда будущее, то есть новое, сменяет прошлое, то есть старое, через настоящее, через процесс отказа от старого, люди наносят себе вред, живя с кем-то без доверия, в постоянном напряжении, через силу или контроль. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей понимало, что не только вернуть ничего нельзя, но и не нужно. Весь потенциал всегда находится впереди, в связке настоящее плюс будущее, а не прошлое плюс настоящее, или уж тем более не прошлое плюс будущее. И принцип самосогласованности Новикова – прекрасный тому пример. А на этом я буду заканчивать видео. Напомню, что под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю, до встречи!